Эй, ребяточки, фортуна! С орлом, значит, перья! Привет, комрады и комрадочки! Приятно так идешь, идешь. У тебя уже готовое снаряжение ждет, все. Даже включено. О, работает. В общем, приехал на то же место, где был прошлый раз, где за 20,5 часа, по-моему, 8 монет поднял, в том числе пятак николаевский. Или нет, Александровский. О, Александровский. Класс! Вроде с тех пор никого больше не было, новых следов я не видел. Ни машин, ни людей, разве что они десантировались из самолета. Так, ребятки, шага не успел пройти по дороге. Точнее, по обочине его есть уже находка. Совсем не глубоко лежало. Очень много сигналов. Это у нас похоже на это самое. Лампадку или подсвечник. Я такие уже находил. Но, в принципе, интересно. Главное, что почти целый. С узором. Возьмем, что ли. Рюкзачок под березкой оставим. И вот оно, наше поле. Тише, да гладь, да божья благодать. Никто не ходит. Вон, только самолеты летают. Но нам они не помешают. Вот тут вот по всему этому полю, в принципе, шла деревня. Вот так вот. Вот вот кормушка. И вот так дорога шла. Причем это была вторая дорога. Основная это та, по которой мы сюда пришли. Найдем что-нибудь интересного нам на радость. Это у нас, как говорится, без комментариев. Пуговка без ушка, пролетарская и без рисунка. В общем, дальше. Вот такая пломбочка загадочная. То ли N, то ли M. Наверное, больше на N похоже. А круг звездочки. С этой стороны тоже что-то в звездочках. В общем, звезда какая-то потеряла здесь пломба. Ну, это мы возьмем. Прикольно. Эй, ребяточки, фортуна! Вообще, фортуна тут так неглубоко лежала. Я ее, считай, металлоискателем зацепил даже. Потом думал копать. И вдруг увидел. О! Вот. О-о-о, монетка. Монетка. Мне кажется, там орел. Да, вам как кажется, там есть орел? Блин, мне вот видно, а вам не видно, наверное, нифига. Вон он. С орлом, значит. О-о-о, империя! Ветер, блин. Блин, слушайте, прикольно. Блестит как. Ой. А-а-а, ребятки, это же серебро! Я сначала думал медяшка, когда орла увидел такого. Это серебро. Причем какое-то необычное. Да, ребятки, это вообще... Такого еще не находил ни разу. 1839 год. Обалдеть! Это у нас Александр Первый выходит. М и В. Это в Варшаве, значит, отчеканили, по идее. Но с российским орлом, гляньте. 30 копеек. 30! Вообще 30 копеек. Даже не зла, что было. 2 злотых. Вон. Даже сколько там долей. Обалдеть! В обзоре посмотрим подробнее, что это за монетка. Но это в коллекцию. Класс! Тут хорошенько походить. Вот опять был сигналчик. Правда, какой-то не очень монетный даже. Но вот он лежит, кругляш. Ребята, лежит кругляш. Кругляш советский. Поэтому сигнал был... О, 37-й год! Прикольно! 15-ка 37-го года. Я на этом же поле. Примерно в этом же секторе тоже, по-моему, 37-го нашел. Или 36-го. 15 копеек. Да, вот они звучат совсем не так, как предыдущая монета. Тем не менее... Пошла монета! Сейчас мы тут будем пылесосить. Ну, что я говорил? Советский, похоже, сектор забрел был. Советский опять сигнал у нас. Ну, вот у нас монетка. Да? Ага! Тоже пятнашка, но уже со счетом постарше будет. Значит, да? 32-й год. И бяточки. Необычные такие красные, коричневые, грязные. Хорошие сохраны очень редко бывают. Но бывает. Это, в принципе, не такой уж и плохой для нее. Отличненько! Вообще класс! Ребята, здесь, похоже, советский сектор. Потому как... Вот уже третья монета подряд у нас. Советская. Тут жили более позднее время. Где тридцатку нашел? Конечно, мне до сих пор небольшой такой мандраж. А вот 36-го года одна копеечка. Советский Союз, кому надо? Собирайтесь. Красота. Немножко зеленочки. Ничего. Почти золото. Биус вообще молодец. Всякую мелочь цепляет. Сейчас был сигнал медный. Хороший. О, лежит. Медяшечка. Ой. Пало. Ага. Это у нас опять-таки с СССР. Я же думал, империя у нас выпала. Нифига. Это у нас полкопейки. Советский, но в каком-то земле присохшей. Даже год сейчас не посмотрю. Дома помочим, посмотрим. Надо осмотреться. Сигнал был хороший. Чтоб никто не видел. Мы его выкапываем. Вот она ямка. Где-то тут был сигнал. Так, где мой пункер? О, где-то тут. О, сильный. Сильный был сигнал. Реально сильный. Блин. Ага. Ого. Сильный сигнал. Думал, уже не будь пробка. И, ребятки, это у нас пятак. Наконец-то. Ого. Ребяточки, да, 35-й год. Правильно я вижу? Оооо. Да неужели? О, ребяточки. Это 35-й год. Причем со старым гербом. Образца до 34-го. Новые стали делать с квадратными буквами, с новым гербом. Ребятки, я такой один раз находил. Он, правда, был в лучшем сохране, чем этот. Ну, блин, это же классная монета. Вот это да. Ну, мне сегодня фартит. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Я уже начал думать, какого фига. Где вся империя? Так все хорошо начиналось. С этим серебром, с этими 30-ю копейками. Советы, да советы. Вот тебе советы. Покруче, наверное, чем тебе 30 копеек. Хотя, не знаю. Но класс. Вот это класс. Не успеваю снимать, реально. Опять монета, ребятки. О! Мне глубоко лежало. Мурашки бегают. Это у нас уже 10 копеечек советские. Тоже со счетом. Какой-нибудь 32-й, 33-й. Или 31-й год. Вот так вот. Убитенькая, но монетка. Отлично. Это просто праздник какой-то. Опять у нас монетка. Гена. О! Сигнал-то был не очень. Видимо, на ребре лежал или с железом рядом. Тут железо дофигища. И это у нас тоже, ребята, пятачок. Ха-ха. О! Только в отличие от предыдущего. С тем сильно не нарадуешься. Ну, нолик в конце, значит, это у нас, скорее всего, 30-й год. Хотя, конечно, может 40-й, 50-й быть. Есть варианты. Так, ну, это не 30-й, судя по гербу. Значит, 40-й. Вообще, посмотрим. Посмотрим. Отмоем. О! Все, что осталось от пилы доисторической. Немножко зубья видно так. Хоть понял, что это было. Сказал про зубья, подумал про зубы. Тут же вспомнил про еду. Короче, есть охота. Уже 6 часов. Ну, 2 часа копаем с половиной. Уже, кстати, такие находки, что, можно сказать, уже коп состоялся. Сейчас пойду поем и продолжим. Так, ну что, решил я, раз звери тут ездят, не будем отбиваться от коллектива. Перекусим. Заодно решим, где будем копать после обеда. Какой обед уже? Ужин. Давно. Вообще, если в деревне лет 300, и встречаются такие монеты, как я сегодня нашел, о, чаек, то трудно представить себе, что за это время никто не прикопал где-нибудь кладик. Вот в окрестном лесу, или где-то вот, может, даже где я сижу прям сейчас. Надо проверить. Вы, кстати, тоже перекусите, пока я есть буду. И смотрите дальше, сейчас будут еще находки. Это моя кормушка, там вон олени кушали, там вон кабаны, в лесу волки. В общем, все есть. Полный набор. Вы что, перекусили? Меняем статус на «В активном поиске». Поехали. Ну что, ребята, зацените находочку. О, подсохло, так уже не видно позолота на матовое стало. На поле здесь позолочено. Орел стерся, но сам рельеф видно классно. Вот это пуговка, ребятки. Жаль, ушко сломано. Там надпись «Копейкин». Ну вот это клево. По-моему, покажу вам дома уже. Красота. Ну, ребятки, как поел, хоть час прошу. У меня только первая петелька. Вон она лежит. Конечно, это у нас советики. Да. Копеечка. Прям золотая. СССР. Что у нас? Тридцатый год. О! Нет. Ой. Тридцать девятый. Показалось тридцатка. А тут девяточка, гляньте, какая красивая. Ну, что ж. Это еще лучше. Берем. Конечно, товарищи не мог пройти мимо вот этого, чтобы еще раз не показать вам. В прошлом видео показывал, кто не смотрел, видите, что на полях лежит иногда. Снаряд лежит с целым поиском. Трогать мы его не будем. Пойдем себе дальше. Хотя, может, под ним как раз планета лежит. Черт все знает. Все равно не будем править. Солнышко, между прочим, уже того чутью за лес уходит. Он уже и месяц показался. И самолет летит. В том лесу кто-то страшно кричит. Очень жутко, я не знаю. Может, даже волк. Черт ее знает. Реально стрёмно. Не знаю, кто так орет. На собаку не похоже. Он сейчас стал снимать, перестал орать. Зараза. Так, товарищи, решил я с этого поля потихоньку уходить. Но не так темно сегодня, да? Поэтому, ну, как в прошлый раз. По дороге еще пройдусь немножко, пока видно. Фонарь не хочу включать. Поэтому нормально, пока еще пройдемся. А на поле что-то, не знаю. К ночи, наверное, монетки спать легли. Молчат, зараза. Вот, товарищи. Пришлось надеть фонарик, чтобы показать находку. Уже почти, собственно говоря, стал выключать прибор. Идя по дороге вот на самой обочине. Сигнальчик так себе. Но проверить не поленился. И это у нас выпала какая-то бонеточка. Блин, я почти не вижу ничего. О, блин, я думал, это пятачок советский. Офигеть, ребята. Я просто не верю своим глазам. Я был уверен, что это советский пятачок. Сигнал был вот такой вот, не очень. Маленькая монеточка. А это у нас пятачок не советский, а имперский. Вон орел какой. Ну, фокусируйся. О, вот это красота. 1905 год, СПБ. Обалдеть, слушайте. Вот это конец рабочего дня. Я понимаю. Вот это я понимаю. Завтра или послезавтра мы сюда едем. На целый день. Ну что, товарищи. Любуйтесь месяцем. И обзором находок. А мне еще 2 километра до машины топать. Через темный, при темный, при темный лес. Ну, ребята. Это был просто фантастический выезд для меня. Честно говоря, до сих пор в некотором приподнятом состоянии. Потому что, ну, это просто классно. 10 монет за один выезд. В том числе, наверное, 3 очень неплохих монетки. Ну, и даже пуговка порадовала. Гляньте, я ее немножко протер. Золото блестит. Орел хорошо виден. На обороте написан Копейкин. Копейкин. Это известная фабрика. И стоит надпись, что это первый сорт из Санкт-Петербург. Первый сорт, значит, золото не жалели на покрытие. Вот потому оно и сохранилось. Ну, а в остальном, сопроводительные находки, наверное, не то, чтобы очень интересные. Но все же, не скучно было. Начнем с советов. Этот пятак даже восстанавливать не стал. Понял только, что это 40-й год. По Копейке, это у нас 27-й год. Монетка не редкая. 10 копеек, 33-й год. Аналогично. 37-й год, пятнашечка. И 32-й год, пятнашечка. Но вот пятнашки. Обычно вот этого номинала, из этого металла монеты сохраняются еще хуже. Так что, это, можно сказать, неплохое состояние для такого рода монетки. Конечно, копеечки. Копеечки всегда приятно находить. Они обычно в хорошем состоянии. Вот очередное их подтверждение. 36-й, 39-й год. Ну и, безусловно, король находок, пятачок 35-го года со старым образцом герба. Я уточнил еще раз в каталоге. Действительно, это тот самый пятачок. Вариант штемпеля, по-моему, А. Посмотрим. По памяти я уже говорю. Да, без узелков. Нет узелков на колосьях. Такой вариант штемпеля. К сожалению, состояние, конечно, недалеко от идеального. Но вполне неплохое такое, что может и пойти в коллекцию любителям советов. Что касается империи. Самая первая найденная монета оказалась, на мой взгляд, самой интересной и самой красивой. Это 30 копеек, как я их назвал, оккупационные. Николая I. 1839 год. 2 злотых 30 копеек. Поэтому, видите, курс был 15 копеек, 1 злотый. Там была восстание в 1831 году, польское. Оно было подавлено, и Польша потеряла окончательно свою независимость. В то время стала провинцией российской. Вот, соответственно, кстати, ее получил в наследие и в управлении несостоявшийся император Константин. Чуть позже. Ну, а вот 30 копеек и 2 злотых. Первая моя такая находка. Очень интересная чисто серебро. Здесь, между прочим, серебра больше процент, чем в польских билонах. Там, по-моему, 700, я пробую тут 800 какая-то. Поэтому она и сохранилась получше. Конечно, немножко потертая, но чего-то эта монетка стоит. Но, вообще-то, она красивая. На мой взгляд, интересно находить такие монеты. Каждому желаю что-нибудь похожее найти. Или даже получше. Но, кстати, у нее есть дорогая разновидность. С 1834 года она стоит около 1000 долларов в хорошем состоянии. Это недорогая, обычная, но, тем не менее, тоже чего-то стоит. Ну, и, конечно, в конце уже, когда я буквально за минуту до того, как собирался выключить металлоискатель, был найден вот этот чудненький пятачок. В темноте его принял сначала за копейку советскую. У него и сигнал был соответственный. Если вы посмотрите, вот вам, пожалуйста. У них идентичный диаметр практически один в один у пятачка и советской копеечки. Но толщина пятачка... О, видите, какой он тоненький? А то, что очень тонкое, звучит похуже, почти как фольга. И вот он и звучал, соответственно, потому как и довольно глубоко лежал. Состояние неплохое. В коллекции у меня такого нету. Продавать его нет смысла, потому как нередкая монета. Стоит недорого. А вот в коллекции приятно смотрится. Симпатично. Ставим на память. Коп был просто волшебный. Обязательно поеду еще на это поле. Кому понравился этот выезд, ставьте жирный лайк. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать колокольчик. И каждому желаю найти вот такую монету. А то и лучше рубля какого-нибудь. Всем удачи. Спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.